Газ сегодня, деньги завтра. Компании банкроты и новорожденные воротилы энергетического рынка региона. Вопрос подготовки к зиме остров стал уже в первой декаде июля. Муниципалитеты не могут расплатиться по долгам, снабжающим организациям не на что закупать новое оборудование и ремонтировать сети. Люди недовольны тарифами и мерзнут в своих квартирах. Круг замкнулся. Разомкнуть его попытались сегодня. Татьяна Молокова с подробностями. Долги за газ, как снежный ком, отключать неплательщиков нельзя. Это закон. Многие муниципалитеты наращивают долги за потребленный природный газ. Долг на 1 июля 1 миллиард 572 миллиона рублей. Красноармейский район было 5 миллионов долларов на 1-10-20-го года. Стало 11 с лишним миллионов рублей. Где деньги, ребята? Это только один из примеров. Долги в республике за потребленные ресурсы есть у всех муниципалитетов. Так, организации ЖКХ Мариинско-Пасадского района должны поставщикам голубого топлива более 20 миллионов. Алатарские и Чебоксарские – больше 100. Не выполняется и утвержденный график погашения долгов. Так, сумма невыполнения графика погашения просроченной задолженности за природный газ потребителями Чувашской республики на 1 июля составила 287 миллионов рублей. Сроки исполнения графика нарушены в 25 муниципальных образованиях из 29. Правительство республики выделит субсидии. 113 миллионов рублей разделят между теми муниципалитетами, кто все-таки будет сокращать задолженность и теми, у кого изношенность сетей более 50%. В эту категорию попадает Цивильский район республики. Если по городскому поселению Цивильскому проблем не будет, то по-прежнему висят у нас две котельные. Это село Богатырево и второе Варманкасы. История длинная. Приезжали представители зоотехнадзора и представители инспекции Чувашской газы. Представители тоже были коллегиально. На основе анализа мы решили, и вы, по-моему, в курсе тоже, что мы решили перейти к планированию строительства новых модульных котельных. Муниципалитет просит 30 миллионов на строительство котельных. К 30 декабря они должны быть введены в строй и снабжать два поселения теплом. Газовики говорят, что готовы обеспечить топливом новые объекты и тут же оговариваются после погашения долгов. Ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, нашли необычный выход из долговой ямы. Чтобы не платить, запускают процедуру банкротства. Банкротство не выход, и я знаю, и вот сейчас такая ситуация, я знаю, и по городу Шумерное, и по воде, там такая же ситуация. То есть, если это у вас какая-то, извини за выражение, схематоз, то он недолго будет работать. Это приведет к расходам бюджета. Если бы у нас была альтернатива реорганизации производства, либо другие пути, разумеется, мы пошли по этим. Но это факт, что предприятие банкротство. Готовиться в таких условиях к зиме сложно. Денег ни на модернизацию, ни на поставку тепловых ресурсов, похоже, нет ни у кого. Главное, чтобы заложниками ситуации не остались люди. Татьяна Молокова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика.